Так, ага, в чате пишут, передай привет твоему польскому подписчику Ясасу Бибу. Ясасу Бибу, тебе привет из Перми. Так, и еще пишут, передай привет кому тоже польский подписчик Яша Лава. Яша Лава, тебе тоже привет из Перми. Так, а теперь шутки закончились нахуй. Я вообще сегодня не планировал ничего снимать, я сегодня один без Олечки, потому что она там работает, чем-то она там короче занимается. Я заебался настраивать ебучий свет, поэтому настроена как настроена. Извините, возможно все будет нахуй желтым. Сори. Вообще настроение снимать сегодня не было, но я что-то короче там одно другое ездил и настроил себя так жестко, типа ехал, включил музыку, типа ну вы поняли. И настроение прям реально поднялось. Я еще короче, ну типа завтра беру аскезу на алкоголь, потому что я что-то очень много стал пить. Но напоследок я решил, ну типа, ну надо же посмотреть, так сказать. Сегодня будет пьяный обзор, короче. Вот, я заехал в свою любимую пивоварню, хотел сказать, в пивнуху. Там работает суперкомпетентный человек, который разбирается в пиве. В пиве твоя сила и мудрость. Первое. Мы всегда с Олечкой брали, ну если для новых подписчиков, то Олечка, это моя подружка, брали, короче, десертное пиво. Оно такое типа сладковато, оно густое, это типа как крафт, что-то там короче. И у него очень много оборотов, то есть его надо прям, знаете, смаковать, вот прям рассасывать. 6,9 оборотов, 450 рублей за литр. Оно было такое типа шоколадное. Я сегодня заехал, так сказать, ну надо же взять все-таки. И вот там было такое же десертное пиво, но оно, короче, черничное. Смотрите, мне как будто бы, блядь, отработку масляную слили. Цвет, ну реально типа отработанного масла. Черник и пахнет вообще, ну невероятный вкус, мне кажется, будет бомбовый. И он еще перечислил, там у них новинки были. И угадайте, что за новиночка, тоже крафтовое пиво, 6,5 оборота. Что-то 500 рублей за литр пиво настояное, короче, на конопле. Ну, короче, на конопляных листьях. Вот оно. Блядь, в банке, конечно, то, что ебанное. Ой. Я, ну я уже нюхал, реально, короче, прикиньте, дает коноплей. Так что сегодня, ребята, с вами будет Константин и пьяный обзор. Не будем, а где у меня снюс растягивать? А вот и снюсик у нас. Блядь, время-то уже дохуя. Короче, я беру аскезу на алкоголь и возьму я ее на полгода. Я полгода больше не буду пить. Так что сегодня я планирую легка выпить. Ну что, начнем? Так, я нефор. А она тоже нефор. Привет, меня зовут Настя. Мне 16 лет, я из города Устилимск. Это маленький... Так, ладно, Настенька, пока подожди. Сейчас Костя будет пробовать пиво, которое настояли на конопле. Когда на куле все попьешь еще что-то, бля, вообще, так нравится. А-ху-еть! Я реально как будто бы пью разжеванную коноплю. Внутри привкус конопли. Ну, травы типа. Блин, это очень прикольно. Я больше не беру аскезу. Все, ребят, все отменяется, аскез отменяется. Я сейчас буду бухать только вот это конопляное пиво. Ну ладно, продолжим. Это промышленный город в Иркутской области, в котором я вижу серые будни, но не вижу никаких перспектив. Тут скучно. Негде развиваться. Хотела уехать отсюда, учиться, поступать. Но так как денег, ну, вряд ли хватит на проживание, на вот это все. Ну, там типа, наху-моё вот эти, знаете, я сегодня, кстати, не буду материться, но я, по крайней мере, постараюсь. Все, мне пришлось поступать здесь. Я первокурсница колледжа от Байкальского государственного университета. Учусь на юриста. Так бы я сказала о себе раньше. Но недавно из-за пропусков меня отчислили. Я забросила учебу из-за пандемии. У нас дистанционное образование, а... Какое? Дистанционное? Кстати, пиво очень горчит. Она очень горькая. Прям пиздец. Сидя сама, я не усваиваю тему. Я не могу. У меня не подчим. Зато в свои 16 лет получилось устроиться на работу. Я посудомощница в кафе. График у меня 3 через 3. И в месяц получаю 18 тысяч рублей. Тяжело, конечно, стоять на ногах по 12 часов в сутки. Но лучше так, чем находиться дома. Я живу с мамой, папой и братом. Дома бывают часто скандалы. И с отцом постоянно ругаемся. Постоянные крики его. Такое хорошее. Это что такое-то? Мне сейчас интернет завис? Перестать. То, что ему нужно испортить все настроения. Отца зовут Эдуард. Ему 48 лет. То бишь Эдик. Весь какой-то он такой моднявый какой-то. Весь какой-то такой... Одно слово... Не знаю. Он водитель передвижной ремонтной мастерской. Зарабатывает 70 тысяч в месяц. Отец основной добытчик в семье. Мама работает сортировщицей на Белораме. Получает всего 20 тысяч рублей. Ее зовут Ольга. Ей 45. И видимо папа считает, что раз он больше вкладывает в семью, То вправе командовать и мамой, и мной, и моим шестилетним братом Леней. Который ходит еще в садик. Эй, алло. Хуем полбу недалек. Ха! Это бардак. Леня, ну-ка собрал игрушки. Что опять у тебя тут такое? Игрался? Он тебе тут-там играется, тут-тут играется. Ты его как-то приучил уже к одной комнате-то, а? Мне уже это... Лучше давай, я сооружу клетку такую, туда ему игрушек насыпем, И пусть там крутится, вертится, играет ребенок. Ну батя у него, конечно, вообще кадр. Бардак-то надоел, когда я в квартиру захожу. Забирай все! Хватит на него орать-то уже. Так приучай, чтобы я не орал. Приучай. Ну типа, братуха, ты тоже можешь заняться обучением, это твой ребенок, воспитание. Вот так вот. Вы чувствуете вот этот вайп у меня? Я прям вообще заряжен. Честное слово. Я сейчас, блядь, напьюсь и все просто. Вот такой буду. Ну я постараюсь сохранить такой же боевой настрой. Да, середин видео. Мы живем 28 лет. Я воспитывался в семье, где порядок прежде всего, но женился. Мне не повезло в этом смысле. И я все... Ой, блядь, всем женам желаю таких мужей, чтобы они про вас говорили, женился, но мне что-то не повезло. О! Жизнь пытаюсь переделать на свой лад жену, и поэтому для них я... Класс! Класс! Желаю всем, всем, без исключения, чтобы вас пытались переделать. Под себя. Ну это просто гений. Гений мысли, мысланги гисли. Трудный. Блядь, а что кружки-то опять грязные все? Жрай, ты что есть? Да, там у параши иди похавай. Кожешь себе приготовить? А раньше-то нельзя было приготовить? Нет, я всегда тоже работала. А вчера не было дня? То его одно не устраивает, то другое не устраивает. Слушай, а не пошел был ты... Знаете что? Вот вообще труд женщин недооценивается по дому. Это ж пиздец, как тяжело. Вот вы, пацаны, сколько раз прибираетесь у себя на квартире? Ноль. Ну если вы, конечно, женщиной живете. Я живу один, и если вы видели, что у меня сейчас вот здесь... Это просто пиздец. У меня еще времени не бывает. А прикиньте, вот у женщины работа, и плюс еще она домой приходит на работу, чтобы прибраться. Ну это вообще лютия. Лютия, лютия хуйня. Ну и по сути все страдаем. Если честно, надоела такая жизнь. Уже почти до развода. Оля, я же специально раньше звоню. Говорю... Нет, а я тебе что сделаю-то? Да там видно то, что мужик душный. Ну прям фоточку хочется открыть. Не поняла. И тогда так же, как и ты с работы приехала. Ой, сказал бы я тебе... Прежде всего я создал эту семью. Семья висит на мне. В итоге, ну, получился я как бы врагом. Хорошо лишь то, что у отца вахтовый метод работы. Недели через неделю. И когда его нет дома, все тихо и спокойно. Но как только отец возвращается, мы все получаем за беспорядок. А я еще и за учебу. Мама тоже злится на меня, что я забила на колледж. Но не пилит так, как отец. Че бросила учиться? Смысл учиться? Как из меня юрист, если я все буду списывать? Да ты че? Надо вообще-то ум иметь. Кучу проблем решить. А как ты собираешься жить? На что? Будешь как вот Светка кубики пилить. Благо у нас леса здесь много, кубиков всегда будет много. Света – это моя старшая сестра. Ей 25 лет. У нее 9 классов образования. Работает сортировщицей на пилораме. Сестре повезло, что уже в 17 лет она начала жить отдельно. С будущим мужем Лешей. Сейчас они женаты и воспитывают... Ну как будто бы ребенок вообще не от Лехи. А от какого-нибудь Самуэла. Пятилетнюю дочь Полину. И я хочу так же, как сестра, жить вне родительского дома. Я не хочу такую семью, как у моих родителей. Я хочу, чтобы ребенок видел, что родители друг друга любят. Потому что эти ссоры, ну, очень плохо влияют на ребенка. И я рада, что полтора года назад в моей жизни появился человек, который, я уверена, никогда не будет... Человек. Внимание на экран. Класс. Таким, как отец. Это мой парень Андрей. Ему 18 лет. Познакомились мы в соцсети. Андрей лайкнул мою фотографию и написал привет. И мы начали переписываться. Я спросила у него фотографию его. Он сказал, что типа за поцелуй в щечку он мне скинет. Ну, ладно, давай. На следующий день пошли с ним гулять. Пошли друг другу навстречу. Мне понравилось, как он шел, улыбался. Ну, в итоге все-таки поцеловал его в щечку. С этого дня все пошло. У меня нравятся био-ямочки. Ну, и глаза нравятся. А еще волосы спешно окраситься ярко-тисто. Красно-розовое и тому подобное. Классе уже начали присыпаться к чувству где-то через месяц. Чувствовал, что уже что-то похоже на любовь. Я тоже влюбилась. Считаю, что Андрей хороший и перспективный парень. Хоть он окончил только 9 классов и сейчас нигде не учится, в ближайшие годы планирует получить образование. Ну, в будущем я себя вижу как адвокат. У меня вообще выстроенное чувство справедливости. Андрей хочет защищать незаконно осужденных, потому что знает, что такие есть. Слышал историю от закамерников, когда отбывался. Он еще и сидевший. У нас тут комбинация беременна в 16-е ждуля. В тюрьме. Андрея посадили, когда мы уже встречались. Ему было 17 лет. Я сидел полгода в тюрьме за окражу велосипеда, началось все. За кражу велосипеда. Ну, типа, ты лютый спортик, да? С 12 лет попал в плохую компанию, там, мы крали. В магазин залазили, там, квартиры. Когда я крал, я чувствую дрянь. А вот на велосипеде ты попался, да, братуха? Ну, ты фартовый. Блин. Ну, я хотел бы так пролечь внимание мамы. Я не одобряю воровство, но и не осуждаю Андрея, ведь знаю, что у него было непростое детство. У его мамы непростая жизнь. Ее зовут Наталья, ей 38 лет. Когда Андрею был год, она ушла от его отца Дмитрия. С тех пор папы в жизни сына нет. Не сложилось у тети Наташи и с отцами младших дочерей, Саши и Светы. Им 15 и 14 лет. А когда Андрею было 11, в их семью пришел тот, кто навсегда изменил жизнь. И Андрея, и его мамы. Я начала встречаться с мужчиной. Год вроде было все нормально, а потом началось. Он меня избивал сильно. Был такой период, когда мы с ним проживали, что за 6 месяцев я 4 раза была в травматологии. И врачи сказали, что такие побои будут, они уже ничего не смогут сделать. В этом аду мама Андрея прожила 4,5 года. И за это время в ее жизни были не только побои, но и алкоголь. А Андрей, видя происходящее дома, просто сбегал на улицу. Когда мама была нетрезвая, то есть она ничего не замечала. Просто на автопилоте на кровати убиралась и все. И пыталась ей там на зло что-то, что-то в полицию попасть. Ну, проблемы ей создать. Со временем тетя Наташа удалось взять себя в руки. Она завязалась алкоголем, встретила хорошего мужчину, с которым сейчас и живет вместе с детьми. Отчима Андрея зовут Дмитрий, ему 39. Он сварщик и на свою зарплату в 50 тысяч помогает содержать семью. А мама Андрея работает разнорабочей в дорожной службе за 25 тысяч. Но даже когда все наладилось, Андрею все равно не хватало мамы. Я его упустила. Я пыталась свою жизнь наладить. Я перед ним виновата в этом. Когда твой ребенок в тюрьме, это очень страшно. Ты не знаешь, что с ним, как он. Ты не можешь ему ни позвонить, ни спросить, пока он сам не позвонит. А когда он сам звонит, он только говорит, что все хорошо, все в порядке. А ты чувствуешь, что это не так. Такого больше с ним не повторится. Очень надеюсь. Так, слушайте, я сейчас тут пиво пью, блядь. Я не хочу грустить. Если я начну грустить, начнут грустить все. И я тоже на это надеюсь. Андрей писал мне письма из тюрьмы, в которых обещал измениться. Маляву. Он же сказал, когда освободился и сделал мне предложение выйти за него замуж. На которое я ответила да. О, в падике. Ну, канон. Я согласна. Еще бы, блядь, не согласна была бы. Будьте дорогая. У тебя выхода нету. Настя дожила связь тюрьмы. Слушай, братуха, а давай мы не будем с тобой шепелявить и так быстро таратурить. А то я, бывает, не успеваю за твоим ходом мысли, за твоим ртом. И не каждая девушка думает это сделает. Поэтому я маму попросил денег и сделал у Насте предложение. Понимаю, что у Насты нет 18 лет. Бля, ну типа Питик попросил, да? 300 рублей на розу и 200 рублей на свечи. Это и нас не распишут. Я себя купил тоже похожее кольцо на обращальное и не делал. Бля, было бы смешно, если бы он кольцо это украл, а потом бы попросил его вернуть. Ну, не, пока в целом, типа, ну все четко. С каждым бывает, как говорится, от сумы до тюрьмы не зарекайся, но... И бы то мы женаты. Мои родители знакомы с Андреем давно. И я им сразу рассказала, что планирую связать с ним жизнь. Несмотря на то, что родители и против наших отношений. Связался с этим уголовником, по-моему, вообще мне не нравится. Представь, он так опять воровать начнет. Что-то изменить, что-то можешь, Старевич. Хрен его знает. Может, он реально совершил кражу какую-то, так, не подумаешь. Но в свое время тоже судимость была. Я тоже взял запчасть. Думал, что она не нужна. И что, два года условных получил. Это же не говорит о том, что все теперь. Люди бывают разные. Кто-то меняется, кто-то дальше продолжает по этой же линии идти. Так, ребят, я сейчас прошу прощения. Я встаю и иду, беру сосисочку. Что-то меня вообще накидало нормально, причем. Типа, блядь, сколько времени прошло хронометража? Пять минут? Человек уже зрит. Ребят, я возьму сосисочку, в ротик. Никто не хочет приехать. Ой, поганая шутка, ладно. Возьму сосисочку, возьму хлебушек. Ой, а шнуки подлезали, ладно. Да иди нахуй. Как? Вот это, ребята, самый настоящий, фокусируйся. Это, ребята, самый настоящий пацанский бутерброд. Вот так вот сосисочка, вот так вот хлебушек. А ну-ка, и ням-ням-ням-ням-ням. Считаю, что, ну, как ничего хорошего у них не будет в жизни. Мама Андрея тоже не обрадовалась, когда узнала о наших планах пожениться. Не знаю почему, но чувствую, что она не одобряет выбор своего сына. Ты где был? Гулял. Почему на звонки не отвечаем? Вот безучку включил. Почему я должна переживать? Это должен быть в одиннадцать дома. Все, короче, потом поговорим и спать хочу. Мне сперва она понравилась, очень хорошая такая, положительная девочка. Потом я начала замечать, что Андрюша опять начал пропадать вечерами. Ему надо думать, как учиться, работать и тут вот все. Я потом встала против Насты. Понимаешь, мама переживает, думает, что опять залезы куда-нибудь и поеду обратно в тюрьму. Но мне все равно на мнение других. Я даже часто остаюсь ночевать дома у Андрея, хоть это не нравится ни его маме, ни моей, когда она об этом слышит. Давай домой идем, тем более отец дома. Не хочу она куда-то идти. Мама тебе сказала домой? Никуда я не пойду. Кого у Андрея останется? Оля, твое воспитание? Я все же себе одна и воспитываю, но... Да кому-то надо работать, а кому-то надо воспитывать вообще-то, так-то? Так-то нужно тоже с дочерью разговаривать? Не получается у меня себе по-нормальному поговорить. А нужно попытаться. Как? Убить общий язык с ребенком. Какой? Ты ее так воспитала, как я... Ну, это беспалее. Ты где был, блядь, бардуха? А ты где был? А? Дружок, пирожок. Дети выросли практически без меня. Некогда было даже их воспитывать. Надо было их кормить. Я узнал, что они воспитаны, непонятно. Потому что воспитывала мать. В 16 лет она, оказывается, непая девочка. Родители еще не знают... Ни целочка? Дурачок ты, блядь. ...что я планирую не только ночевать не дома, но и... Но еще и сосаться, сосать. Еще и сексом заниматься. О! ...со своим парнем, ведь я беременна. Я не удивлен, потому что выпуск называется «Беременна в 16». Кто-то там из этого... Я забыл, какой ее зовут уже. Да. Уже несколько дней я очень плохо сплю. Просыпаюсь в 5 утра и не могу уснуть. Я вспомнила. Именно так у меня было во время первой беременности. Я узнала, что... Чего, блядь? Во время первой беременности? В 10 нахуй? Кто в положении за месяц до того, как Андрея посадили? С Андреем мы всегда предохранились. Ну, получается, презерватив порвался. Я забеременела. Мама мне, конечно, не говорила то, что аборт, то, что это слишком рано. Я сама была к этому не готова. Я считала, что я не настолько взрослая еще. Мама Андрея тоже не хотела, чтобы я рожала. Но, вопреки всем страхам рано стать родителями, мы с Андреем решили оставить малыша. Потому что против абортов. На УЗИ сказали срок. 8 недель. А еще через неделю я снова оказалась в стенах больницы. У меня, ну, тянул живот. Андрей со мной. Тогда я уехал на скорой. И вот тогда первый и последний раз увидел, ну, этого ребенка на УЗИ. Там уже нам сказали, что сердебедения нет. А тянуть живот уже начал. Потому что, ну, неделю с мертвым брионом проходило. Больное состояние там. Ну, очень плохое. Мне было вообще не по себе. Было больно. Ведь мы с Андреем уже строили планы на будущее, где будем втроем. А потом его посадили. И когда Андрей вышел из тюрьмы, мы решили, что хотим семью. И нам нужен этот ребенок. Поэтому, когда всю ночь я почти не спала... Потому что ебан... ...и позвонила Андрею. Мне кажется, что я беременна. Ну, с чего, села так? Симптомы схожи с первой беременностью. А может, тесты делаешь обновленненько? Значит. Ну, так по математике быстренько порешаешь. Там тангенция, катангенция, блин. Ну, давай-давай. Ну, у меня дома есть. Может, ты придешь ко мне? Ну, хорошо, я считаю, переоденусь. И я пойду. Я тебя жду. У меня внутри что-то как-то перевернуло, что ли? Я очень с Настей хочу семью, и мы хотим ребенка. И я надеюсь, что все получилось. Дома я нашла упаковку теста в аптечке. И уже зная, как им пользоваться, сразу пошла его делать. Я обрадовалась, что беременна. Но все равно я начинаю переживать. А вдруг все так же сложится? Приятно. Я беременна? Ну, это точно. Ну, скорее всего, я не знаю. Цель направленно шли к этому. Все получилось удачно. Просто радость. Родители будем, можешь сказать? Ну, я думаю, сказать уже по слюзе. Хочу узнать, все ли в порядке с ребенком. И на следующий день мы с Андреем уже были в кабинете УЗИ, где я рассказала врачу, что это уже моя вторая беременность. Первая чем закончилась? Замершая на 8-9 недель. Плод на ядцу 2 сантиметра. Он такой типа, ага, поебать мне. Детром, соответствует сроку 6 недель 3 дня. Плод живой, сердцебиение определяется. Я не помню, когда я таким счастливым был, как тот момент. Ну, наверное, когда я из тюрьмы вышел. Братуха, вспоминай! Почему я за тебя это делаю? Можно еще раз послушать сердцебиение? Конечно. Четко вообще. Там диджей в нем. Диджей Малява. Не знаю, вырежу я это или оставлю. Оставлю. Так приятно. Даже неприятно, а просто как-то, я не знаю, необъяснимое такое ощущение. Радостно. Очень. Так, думаю, это вы хотели. Че делай, блин? Пиво пить, например, а? Ну ты такой прям, вот ты вот сейчас вот собрался, вот тебе вот не хватает, вот тебе сейчас не хватает компании, братуха. Вот я очень бы хотел, чтобы ты со мной рядом сейчас сидел. Вот эти вот спортивочки, спорт, вот эти красочки вот такого размера, вот эта кепочка, блин, футболка с ротвейлером. Да. Устроюсь, первое дело, мы сразу в квартире с ним собираем троедителей. У него че, блин, на кепке изолента? Он типа закладку снял и такой, блять, ну не выкидывать, ладно. Наклеит. Ну ладно, это шутка, я понимаю, что это не логотип замазали. Теперь главное, чтобы эта беременность не закончилась как прошлое. Ну ладно, чтобы эта беременность не закончилась, а как прошлое. Братуха, я надеюсь, что у твоего ребенка все будет четко, блять, с дикцией и с логопедом. Надеюсь, что все будет хорошо и сейчас буду пытаться найти работу. Ребенка меня не было. Ну типа, блин, для меня это уже на самом деле достижение, а ну типа пытаться найти работу, это очень тяжело на самом деле. Начать новую хорошую жизнь. Ладно, шутки шутками, но пацан пока что красава, я его уважаю. К тому же он сидевший, я его боюсь. Хотелось первой поделиться новостью с школьной подругой Валей. Договорились встретиться в кафе. Валя поддерживала, когда у меня замер плод. И сейчас обрадовалась, узнав, что я снова в ожидании. А вы планируете кого мальчика, девочку? Кабана. Планируете? Планируем, не знаю. Я хочу девочку. Не помню, что все хорошо было. А насчет родителей, что, рассказывал что-то, да? А, нет. Я сейчас это вообще, что будет нормально. О том, кому из родителей рассказать первым, мы с Андреем договорились решить завтра. Сегодня он освободится поздно. Будет помогать другу Кариму починить мотоцикл. Друг Карим. Ну, я уже вижу, что ты, да. Знаете, ты тебе дремел. Да ну нахуй, Серёж. Да ну нахуй. Блин, это вообще внутри меня всё оживает. Аллилуйя. Не врёшь. Ну, а ты чай. Блядь. Ставь зуб нахуй. На пацана жопу свою ставишь на район, что, блядь, не врёшь, а? Нафига, братан, тебе это надо? Ну, планировали, планировали. О, чего? Планировали, планировали. Ну, вот, короче, я лечу, планирую. Планирую, а я потому что белка летяга. У меня тут, ну ладно. Не, братан, это бред, вообще пипец. Блин, братан, это бред, вообще пипец. Но мне кажется, другое слово должно было быть, не пипец. Ну, просто пиздец. Как так-то вот за такой короткий интервал времени просто уже второй раз переменит? Ну, это рано, вообще совсем рано. Они сами ещё не нагулялись, ничего. Как они сейчас могут думать вообще о ребёнке, я не знаю. Да, братуха, так ты выгуляй своего кореша, дай ему в рот. Я не знаю, как они их повозить вообще будут. Ты понимаешь, что же тебе надо будет сейчас вкалывать вот это вот все дела? Одна со статьёй, прикинь, трудно работу будет найти. Я понимаю. Андрею нужно подойти к этому с ответственностью. Он должен сделать так, чтобы просто ребёнок был в достатке. Типа, всё чётко. Друг вроде бы адекватный, ну типа, красава, да. Всё правильно. Я не знаю, как правильно рассказать родителям, что я в положении. И Андрей предложил вначале сказать его маме, а потом уже моей семье. Настя будет своё родителям сказать, потому что у неё отец очень строгий. Чё? Чё ты сказал? Настя будет своё родителям сказать, потому что у неё отец суровый. Чё, блядь? То есть у неё воспитание такое, как в 90-х. На самом деле у неё вообще как плевать, это её решение, её жизнь. Мы пошли к Андрею. Май лайф, май рульс. Май лайф, май рульс. Май стайль, май аттитуд. Домой. Решили прям с порога обрадовать тётю Наташу. Но быстро поняли, по выражению её лица, что она новости совсем не рада. Вы головой думаете? У вас же прошлая беременность чем закончилась? Вы что творите-то? Нормально всё, мам. Чё начинаешь? Я не ожидала, что вторая беременность, особенно так скоро. И они ни о чём не думают. У них в обоих ветер в голове. Им надо жить. Они сами молодые. Они не справятся. Ребёнка повешивают на бабушек и на дедушек. Вы думаете, как вы будете жить? На что? Да. Работать буду сейчас. Ай, делать ещё хотите. Достали уже. А родителям сообщила? Я пока не готова им говорить. Когда сообщишь? Ну, в скором времени. После такой реакции дома у Андрея сидеть не хочется. Мы пошли прогуляться. И я думаю о том, готова я или нет. Но родителям надо говорить. Маме так точно. Блядь, короче, чё тут прикол какой-то с интернетом? Я не понимаю. Какой-то сайт, блядь, я включил IGD, а качество всё равно уёбищное. Ладно, я сейчас тут дойду до определённого момента. И потом можно будет уже переключить. Звоним, какая разница? Не знаю, как она отреагирует. У меня есть для тебя новость. Я беременна. Чё, доигрались? Почему сразу доигрались? Мы хотели этого. Слишком быстро хотели, не кажется, нет? Бушина Андрея злая. Это ладно, Настя. Она хочет и замуж, и ребёнка. Ну, и чтобы побыстрее из дома смыться. Он-то всё равно, ему уже 18 лет, он должен знать последствия. Я считаю, что вот её беременность, это всё сломает ей дальнейшую жизнь. Я сегодня у Андрея останусь. Ладно, давай встретимся, потом поговорим. Кто звонил? Наська. Прикинь, она опять беременная. Блин, мне интересно, какого года видос, потому что у её сеструхи вот эта чёлка... Ну, блин, это прям вообще бомбово. Она вот, когда первый раз была беременна, я не хотела, чтобы не награжала. Только школу закончила уже с кузом. Думали, что она хоть маленько осознает, что и не надо. Что делать? Буду говорить, я тебе опять на аборт. Что нужно, пойдём? Фиг его знает. На первый раз я не согласилась ни в какую. То, что у Насти была замершая беременность, да я была рада. И с Настей разговаривала, чтобы они не вздумали забеременеть. Ну, походу, всё мимо. Как ты повеешь, говорю? Без понятия. Вообще, *** съест всех. Там батя вообще хуеет сто процентов. Он скажет. А это чё воспитание, моя дорогая? Твоё. Кусок кала, бля. Я боюсь ему об этом рассказать, потому что это будут и скандалы опять, и крики. Вот, Настя у тебя распущенная, ты Настю не воспитываешь, потом крайне останусь. Чё говорит? Вот, доигрались, и будем разговаривать с мамой. Я расстроилась. Ладно, ещё тётя Наташа не рада. Она-то не знала, как мне было плохо после замершей беременности. А мама видела моё состояние. Могла бы сейчас и поддержать. Я переночевала у Андрея, а на следующий день мама позвала меня в парк. Папа дома. И она не хочет, чтобы он слышал наш разговор. Я хочу объяснить маме, что готова к ребёнку, но она даже слова не дала мне сказать первый. Тебе не кажется, что слишком рановато вы захотели? И поймёт, надо оно или не надо. В прошлый раз наши с Андреем мамой даже не успели познакомиться. Не могу сказать, что для меня это важно, но им придётся как-то встретиться. Ведь хотят они того или нет, мы уже будем одна семья. Во время первой беременности папа на аборт не отправлял, потому что просто не знал, что я в положении. Мы с мамой решили скрыть это от него, чтобы не было истерик. Но в этот раз молчать не хочу, но попросила маму дать мне время настроиться на этот разговор. Папа уехал на вахту, так и не узнав, что я беременна. А мама всё надеется отговорить меня рожать. Но когда поняла, что это бесполезно, решила действовать через старшую сестру Свету. Ты головой думала о своей? А ты не думала снять спасательный круг, например? Ты как его поднимать будешь? А на ребёнка как минимум тридцатка уходит в месяц, и более на маленького. Ну, Андрей сейчас устроится на работу, и вообще хотела квартиру снимать. По съёмному квартиру с ребёнком? Ты сегодня живёшь, завтра тебя оттуда выкинули. Хотя ты понимаешь, что тебе всего 16 лет. Ну и что? Многие рожают в таком возрасте. И что у них потом в жизни? На гуляции я смогу, допустим, и с ребёнком. Как? Ну, обычно. В сказках летает где-то. То, что вот родишь ребёнка, всё нормально. Чё-то сказочница. Ну, пока что сделать аборт и жизнь себе не похотить? Не хочу я делать аборт. Не будет, ***. Аборт никакого делать я не буду. Потом пожалеешь. Не пожалею. Это моя жизнь. И ни сестра, ни мама не будут за меня решать. И чтобы их не слушать, я стала чаще пропадать дома у Андрея, пока сам он пытается устроиться на работу. Настя, а это что за мытьё посуды? Разводы, всё, это остаётся. Да вроде нормально, по-моему. Ну, надо лучше смотреть, Настя, тем более. Мама, скоро будешь. Давай будем исправляться. Надо мыть посуду хорошо. Если Настя с Андреем создадут свою семью, я не знаю, как у Насты будет мама. Я не представляю. У них начнутся скандалы из-за того, что они оба не приораживаются чистоты. У них будет всё в пыли, в грязи, таким вот макаром. Вы новую ящейку обществу собрали создавать. Так как вы будете в квартире жить, и у вас будет бардак. Знаете, что я понял? Что у меня показывает, что камера нагрелась из-за света, блядь, ебаного. И ещё что, вот эта вот сейчас вкидочка снюса была вообще лишняя. Меня так размалывало. Давайте я прям сейчас при вас попробую. Десертное пи... Ой, черник, блядь, каким-то пирогом черничным запахло. Ёпанарод. Ну, его, если делаешь большие глотки, то ты чувствуешь алкоголь. А если делать маленькие глотки... Бля, реально как-то масло себе наливаю. Чисто сжиги слил масло. Ой, какой запах, ребят. Если вы чуяли... А ну-ка, понюхайте. А? Чуете? Послевкусие, блядь, в натуре черника. Уааа, это вообще ж бомба. Это пиво бомба. Я проверяла, она была чистая. Чтобы не ругаться, будешь хорошо посуду пить. Как тетя Наташа не понимает, что мне сейчас не до посуды? У меня девятая неделя беременности. Примерно на таком сроке я потеряла первого ребенка. Решила сходить на незапланированное УЗИ, чтобы узнать, все ли в порядке сейчас. Что-то беспокоит? Переживаю. Меня беспокоит твоя, братуха-косичка. Твоя вот эта вот... Как это называется? Прошлая беременность закончилась не очень хорошо. Ложитесь. Угу. Сейчас развивается все нормально. Плод живой. Сердцебиение есть. Конечно, меня это успокоило. И вообще нужно себя беречь. Поэтому я пошла в кафе, в котором работаю посудомощицей, и уволилась. Через несколько дней папа вернулся с вахты. И придя домой, я поняла, что как бы мне не хотелось, но разговора нам с ним не избежать. Мама сказала, что ты уволилась. А ну-ка, стоять. Я сейчас переключаю вот отсюда. Вот сюда. Да, уволилась. Почему? Ну, что руки вот, они солька сухие. Настя, учиться ты не хотела, потому что у тебя дистанционная ерунда тебе не нравится. Сейчас работают, у тебя руки сохнуты. А как мы вообще собираемся жить-то, я ничего не пойму. Через полгода ты скажешь, что я беременна. Я уже. Уже. Все, братуха. Все. Бля, я представляю, какой у них сейчас пукан бомб у меня. Ну, скажут. Чего, блядь? Уже что? Уже беременна. Я же говорил. Я же говорю. Я же говорю. Это все мать. Мать, воспитание плохое. Да, дал бы тебе по башке, блядь. Да я не бью, блядь, инвалидов. Извини, братуха. Пошел. Ребенок в своей жизни живет уже. Уже большая, раз такое повзрослело, оказывается. Беременна. 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 Чего, блядь? Дальше. Дальше что делать собираетесь? Вот какие у вас планы? Рожать. Ну, этого ребенка мы хотели. Я понимаю, что терять мне уже нечего. Поэтому объяснила папе, почему мы с Андреем хотим малыша. И он офигел, узнав, что это моя не первая беременность. Замерзшая была. А сейчас что говорил? Ну, сейчас-то все нормально. Ну, пусть все нормально, че. Ну, пусть все нормально, че, блин. Ну, сейчас лето. Главное, до зимы родить, чтобы, ну, не замерзла там. Ну, сами понимаете. А то и... Ну, пусть все, что ты вообще забеременела. Сейчас аборт тебе нельзя делать. Поэтому рожать бы. В мои глаза выпало. Для меня это шок. Судьба такая. Значит, что-то у нее с организма не так. Пусть рожает. Аборт делать только в крайнем случае. Только если это ее здоровье будет угрожать. А че такое? А почему я не знаю? Про чем? Про первую беременность. Почему? Потому что не надо было. Мы просто знали, как это отреагируешь. Поэтому решили не говорить. Вам не надоело еще издеваться? Вы же скрываете. И через какое-то время я узнаю. Ну, узнаю, мне еще потом хуже, если чем-то сразу не говорить. Хорошо у меня. Хоть сердечко еще более-менее, наверное, здоровое. Значит, я уже, наверное, точно вас и склеил бы. Насколько надо быть уебищным мужем, уебищным отцом, чтобы от тебя такое скрывали? Не дай бог, не дай бог, ребята, блядь, быть таким человеком по жизни. Это пиздец какой. Просто тебя боится жена, и тебя боится ребенок. Я в шоке от его реакции, что абортов никаких не будет, что она будет рожать спокойной. Такую реакцию от него не ждала. А же молодежь творят чудеса. Ну, че я тебе могу пожелать? На работу пусть устраиваться. Мы вас кормить-то не собираемся. Пусть сами думают, ошибки свои совершают. Ну, ты про свои-то ошибки-то ей расскажи. Только правду. Чтоб она не обожглась. Рада, что папа нормально отряг... Да, да. Расскажи про ошибки, что вышла замуж за долбоеба, например. Вот про вот эти вот ошибочки стоит, думаю, рассказать. ...на новость. Но я не хочу слышать от родителей какие-то указания, как строить отношения. Наоборот, я сделаю все возможное, чтобы у нас с Андреем никогда не было так, как у них. Уже был первый скрининг УЗИ. Ребенок развивается хорошо. Но в самой беременности хорошего нахожу мало. Появилась отечность. Я как будто опухаю. Корни волос отрастают, а краситься не могу. Боюсь дышать химией. Поэтому приходится спасаться тоником. Ха, джин тоником. Странная. Вечная усталость. Поэтому мы с Андреем почти не гуляем. Просто сидим у него дома. Ну, можешь расписаться уже. Не знаю. До родов у нас еще дофига времени. А сейчас что мешает? Мешает работа Андрея. Вернее, ее отсутствие. Мы даже одеть себя на роспись сами не сможем. На самом деле, трудно найти работу. Потому что у меня справка есть. Потому что бывал срок в таком возрасте. Татуировки. И вот мне говорят, нафиг такие. Чего, блядь? Чего? Про татуировки понял. На шее. Иероглиф. Там, наверное, сто процентов. Типа, бэдбой. Что ты дальше сказал, вообще не понял, братуха. Понимаю, что с судимостью не так просто устроиться. То мои родители нет. Мама вообще постоянно говорит и мне, и Андрею, что проще всего прикрываться ошибками прошлого. На работу шибко он устраиваться не хочет. Ничего для этого не делает. У него нет этого стремления. Я изначально предполагала, что вот эти все финансовые затраты ляжут на наши плечи. Я не вижу у них совместной жизни. Я вообще надеюсь, что у нее глаза откроются, она его бросит. До этого времени она, у нее открывались глаза. Она вообще кого-то что-то слушала, что ли? Андрей обязан зарабатывать. Бабе ладно. Она может рожать и сидеть дома. Мужик не может этого. Он должен работать. Я вообще не хочу, чтобы они расписывали. Братуха, ну ты нормально там пуха накинул со своей подачей речи, блин. Баба может не работать. Она там рожает дома сидит. Мужик не должен так делать. В целом я поддерживаю тебя, братуха, но только в этом. Да ты что, о будущем подумал? Ребенок, даже если не будут жить, расписанный, тут от алиментов не сбежит никуда. Оля, надо, чтобы было все по закону нормально. Будут, не будут жить, развестись, потом разведутся. На самом деле мне стыдно и перед родителями, и перед тетей Наташей с дядей Димой, что мы с Андреем сидим на их шее. Да что вообще, блядь, это что за... Гумануэта Лешенька? Ну ты братуха, блин. Ну надеюсь, скоро мы оттуда слезем. Что там с ней опять ничего не будет? Ну да. А, это у них семейный, вот это... Сапеля ведь, блин, ну не понятно, кто говорить вообще. Ну, красавцы, ребят. Андреев на работу выгонять, чтобы он квартиру снимал. Что выгонять? Андрей уже парень взрослый, и если он завалил на себя такую ответственность, он должен зарабатывать. Он мужчина, он глава семьи. Вообще все как-то не так. Из всего, что мы планировали с Андреем, получилось только сделать ребенка. Блядь, смешно. Из всего, что мы планировали, планировали. О-о-о-о, третий, пятый бокал пошел уже, ребят. А у меня еще там, ой-ой-ой-ой, вот столько. Ох, под конец чувствую. А начинается ли это парить? Это ненормально, я беременна, мы живем по разным домам. Ну, в принципе, у меня пока прожили. Когда рода не найду. Мама, родчим, сестры. Не думал, что там будет комфортно жить с родителями. Он первый день прожил здесь, в уровне комната стоя. Там уже работа навел себе и там прожил с ним. Если Андрей сейчас устроится на работу, это получается еще где-то месяц надо будет жить отдельно, потому что до первой зарплаты. Так что думаю, что пока мы живем здесь. С этой идеей мы пришли к сфере Наташи. Надеюсь, она не будет против. В смысле пожить? Ну, Наташи тоже беременно. Не, ну, я это понимаю. Так ты ищи работу, снимайте квартиру и будете жить уже отдельно. Ты можешь поживем? А может, если Арсений сейчас работа хочет найти себе? Ну, пожить я разрешу, но временно. Ребенок появится. Я не понимаю, как я там буду. Пускай пока проживут, но я буду наставить на том, чтобы он взялся на работу и чтобы не снимали квартиру. Пускай сами крутятся. Вы будете жить в моей семье. Значит, по моим правилам, музыки никакой. Поздно не приходим. А по поводу уборки, там, ты сможешь. Ну, как можно это помогать? Ну, только я с одним условием. Готовка я возьму на свои руки, потому что я сама люблю готовить. Хорошо. Конечно, это не то, чего я хотела. Но главное, что буду жить с Андреем. И об этом я сразу сказала своим родителям. Мама новости не рада, в отличие от папы, который сразу позвал меня на разговор и начал учить своим понятиям в жизни. У тебя должны быть свои обязанности, у него свои. Он охотник, добытчик. Он должен каждый день идти добывать кабанчиков. А, кабанчиков, братуха, все, я тебя уже люблю. Кабанчик, это значит, привезти зарплату. А твоя дома. Ну, там, а если метнуться кабанчиком, то это, ну, понимаешь, метнуться, то это, ну, по-быстрому, значит, будет. И все, за сигами ты уже сбегала. Вот так надо жить, понимаешь? А в семье русской по-другому никак. Чистоту и порядок соблюдай. Ты же знаешь, за чего мы постоянно ругаемся твоей мамой? Знаю. Вот они допускают такого проблем никаких. Понятно? Да не хочу им мешать жить. Они сами должны жить. Пусть переезжают, где хочет живет. Ну, пусть они там хоть что-то делают. Ну, кроме драки. Пиздить я свою дочь не разрешу. Ну, если только так, наверное, по жопке. Их папа позвал нас с Андреем на нашу дачу за городом. И отправил меня с мамой заниматься огородом, чтобы мы не мешали ему говорить с Андреем по-мужски. Должен работать нормально, чтобы все было. Вам сейчас надо будет много денег. Ну, это понятно. Вкалывать, вкалывать, вкалывать. Еще хочу одну сказать, что я за всю свою жизнь, 28 лет, никогда пальцем не трогал. Че? За всю свою жизнь, 28... Тебе 28 лет? Не верю. Вот у себя намотай на усы, я не потерплю. Кухонные боксеры, это не для меня. Можешь орать сколько угодно, я так делаю. Наказать можно. Можешь орать сколько угодно, я так делаю, знаешь, там, блядь. Ну, и только не физически. Я согласен с идеей кому-то, что, ну, не стоит так делать, там, в драки влазить. Мужчинцы меня, да, во-первых, опора, защита и тому подобное. Мы переночевали на даче, а на следующий день я собрала вещи и, вопреки недовольству мамы, перевезла их к Андрею. Настя не хочет жить дома, ну, больше, наверное, из-за отца. То, что он где-то со мной ругается, где-то на нее орет. Я против, чтобы она переезжала к Андрею. Ну, не знаю, ну, не хочу, чтобы они пожили. Мама до сих пор даже не хочет знакомиться с мамой Андрею. Хотя я думаю, что тетя Наташа бы ей понравилась. Она добрая женщина. И я надеюсь, мне с ней будет жить комфортно. И с отчимом Андрея, и с его сестрами. Я не хочу... Они когда-то перестанут сжевать, блядь. Их первый раз показывали, они что-то хавали. Сейчас они тоже что-то кушают. У меня камера разрядилась, и она еще нагрелась. Вот, поэтому... Еще и свет выключился сзади, блядь. Ну, ладно, ничего страшного. Потому что я не вижу смысла. Я все-таки считаю, что это у них отношения ненадолго. Я не вижу у них совместной жизни дальше. Долго будут Андрея с Настей с нами жить? Мне не нравится. Дочь, давай маленько потерпим. Мы же не выставим их сейчас на улицу. Буду им квартиру что-ли снимать. Пускай сами думают своей головой. Пускай устраиваются на работу Андрюша. Маленько потерпим их. Хотя Дима тоже уже высказывает претензии. То, что сколько можно их на себе тянуть. Уже почти месяц, как живу у Андрея. И, видимо, столько же еще проживу. Потому что время идет, а у Андрея с работы ничего не меняется. Вспоминая радость в начале своей беременности, понимаю, что от нее уже ничего не осталось. Андрей сидит дома. В это время мог работать. Живем, получается, за счет дяди Наташи. Мне перед ней уже как-то стремно. Потому что мы сами запланировали ребенка. Зачем планировать ребенка, если это не работа, ничего нету. Еще Андрей начал гулять с друзьями. Говорит, что узнает у них по поводу работы. Но я в это не верю. И вижу, что тетя Наташа не устраивает вся эта ситуация. Мне кажется, из-за этого она бывает срывается на мне по всяким мелочам. Настя, у нас же была договоренность к кухней. Занимаюсь чисто я, готовлю все я. Что такие правила нарушаем? Ну, Андрей попросил покушать, приготовить. Просто вас дома не было. Ну, я понимаю, но можно было бы маленько подождать. Или хотя бы просто бугерброды сделать. Я понимаю, что ты хочешь помочь, там, это что-то сделать. Ты, там, мои дичонки. Ну, вот вы здесь уберете. А раковина у меня постоянно забрызгана и вся в разводах. Я не люблю этого. Ну, я наоборот, с собой всегда протираю все. Ну, все равно разводы, брызги эти остаются. Давай, Настя, так, чтобы у нас не было скандалов и руганий. Дожидайтесь меня. Хорошо? Хорошо. Типа, блядь, сидите голодными, ждите, пока мать придет, пока что-то приготовит. Нормально-то вообще нет, а? Пускай съезжают и живут своей жизнью. У меня Дмитрий, тем более, каждый день работает допоздна. Дмитрий. Там не Дмитрий, там. Приходит уставший. Его тоже это не устраивает, то, что цыганский табор уже образовался. Тоже хочет отдыхать. Я хочу отдыхать, дичонки после школы. Хотим отдыхать мы все. Я хочу быть в квартире хозяйкой. Строить свой быт и свои правила. Но понимаю, что вынуждена жить по-чужим. Что-то Наташа на меня наругалась. Из-за чего? Из-за того, что я тебе картошку приготовила. Значит, не готовь. Мне не нравится жить с родителями. Я не могу работать. Или я не могу в инфициальных жить. Ну, а когда это будет? Скоро. Просто мы уже месяц живем, никаких изменений, Андрей. Ты бы лучше не с друзьями гуляла, искала работу. А я, короче, пою. Уже скоро ребенок. А я не работаю, денег нет, ничего нет. В этом она правила. Но то, что ты каждый раз напоминает это, ну, это раздражает и жила не отпадает. В нашем городе слишком мало вакансий. У него что там стоит сейчас, я не понял. Братуха, это что за патрон у тебя золотой, а? Ай-яй-яй-яй. Тоже хотел себе такое заказать. Короче, один раз как-то накурился. И заказал себе две анальные пробки. Ну, типа, бля, не себя, типа, просто, ну, в пользовании для других. Вот. И заказал себе такой золотой патрон. И, короче, самая интересная история была. Попадали себе работу там, там, мыщик, разнорабоченный. Там либо копейки владят, либо работа я стрёмная. Мне главное, чтобы было приятно работать. Ну, сажался с работой. Братуха, ну, тогда тебе надо в гинекологии идти. Мне кажется, это самая приятная работа. Ну, там писечки разглядываешь, да? Ну, вот эти все моменты. Нет сил ссориться с Андреем. Вообще, я плохо себя чувствую. Почти не выхожу из дома. Даже с родителями общаюсь только по телефону. Как и с сестрой Светой. Она приняла мою беременность, но не принимает то, что Андрей не работает. Считает, что это не по-мужски. Что-то нравится мне, Андрей? Кому нравится. Ну, что они жить-то будут? Вам на папиной шее? Да куда у него деньги, если он даже не работает? Да я вообще сомневаюсь, что он где-то в утроуде. Кому в утроуду вообще ничего не хочет. А что, таки бросит его? Не знаю, может, у Настя, думаю, доберется. Они с вами долго не проживут вместе. Ну, я посмотрю, насколько их хватит. Я чувствую, как меняются наши с Андреем отношения в худшую сторону. Тем для разговоров становится меньше. Все сводится к поиску работы. Да и вообще Андрей часто зависает в телефоне. Переписывается с друзьями, когда находится со мной. Нет теплоты, что раньше была. Все как-то по-другому. Вдобавок еще тошнить начала. Давай погуляю. Вообще нет гулянок сейчас. Что ж нет краполей. Уже сколько дней так не уходим куда? Ну, это я не виноват. Давай тогда я один пойду погуляю. Посиди со мной дома. Зачем? Просто так. Я схожу погуляем немного и вернусь домой. Не понимаю, что во мне не так? Почему он выбирает проводить время со своими друзьями, Каримом и Кириллом, вместо того, чтобы побыть со мной? Что там, как, Настя? Двое из ларца одинаковые с лица. Да, так. С каждым днем все хуже и хуже становится. Когда с ней знакомились, там, общались, переселились, там, угорали. Все такое. Сейчас вообще просто дома сила и сидит. Мы сгибли, больше ничего. Раньше мы могли там часами пропадать. Веселись, как дети. А сейчас она, ну, реально как-то скучно стала, что ли. Это другая девушка. Не та, которую я встретил. Что, ты не думаешь пойти работать? Вот она тебе мозги и делает. Так я пытаюсь найти работу. *** нет. Что ты будешь делать, когда у тебя ребенок родится? Вот тут, на самом деле, не знаю. Ну, уже сами. Ну, типа, у меня два варианта. Либо в тюрьму сяду, либо просто съебусь куда-нибудь. Планировали этого ребенка? Да. Все, назад нет? Бля, у него что за кореша, за лопы какие-то, а? Ну, вот этот. Ну, вот что, как планируется ребенка? Спасибо, брат. Я бы сразу все отбросил, все свои мысли, все свои планы. Но второй план, она первая бы поставила ребенка. Мне нужно было бы работать, работать, зарабатывать денег. Красавчик, братуха. Бля, уважайте. Я стремился к тому, чтобы купить уже свою личную квартиру и сделать комфортные просто условия. Я замечаю, как Андрей на меня смотрит. И это не тот взгляд, который был, когда он увидел тест с двумя полосками. Сейчас в его глазах пустота. А в голосе холод. И больно осознавать, что в моем животе развивается жизнь, которую мы создали счастливой. А сейчас счастья как-то нет. Физически меня попустило. Проблема в другом. Ребенок уже шевелится, а его папа нет. Андрей не работает. Вместо собеседований выбирает встречи с друзьями. И эта ситуация волнует не меня одну. Поговори с Андреем. Я давать деньги тоже не могу. Я уже сколько раз у Димы просила. Ну, извините, нам еще младших поднимать. Хоть что-то, что делал. Потому что это так тоже не пойдет. Постоянно сидеть на шее родителей. Тем более вы собрали с семьей быть. Ну, я понимаю. Ну, поговорю с ним. Мы сейчас в две руки, в две головы. То есть быстрее сможем на Андрея повлечь. Он устроился на работу и начал к концу как-то зарабатывать. А если мы на голову не начнем думать, то там ничего не получится. Хотела бы поговорить с Андреем прямо сейчас. Но его нет. Он снова с друзьями. И когда я дождалась его прихода домой, была уже просто на взводе. Ты когда на работу устраиваться будешь? У него же твоя мама говорит, что она устала нам давать деньги. Тебе не стыдно? Нет. Скоро, б***ю, верю тебе. Ты даже не ищешь ее? Ищу. По столушкам, по шумонтажкам. Чего, б***ь? Что он сказал? По шумонтажкам. Все. Вот что я понял. Что, зарабатывают? Если я ищу работу, которая мне не нравится. Многие работают на... У тебя еще работу, которая мне не нравится? Ну, типа, какая? Ну, там, б***ь. Ну, такую работу, где, типа, с пацанами просто пиво пью. На работах, которых они не хотят. Дело в деньгах. Семью мы планировали с тобой вместе, а в итоге я об этом думаю. На какие деньги мы будем жить? На какие деньги обеспечивать ребенка? Сами одеваться? Ты, я, надо об этом думаешь. Я, правда, устала уже сидеть на шее у родителей. Я тебе говорю, с тобой разговариваешь вот как со стенкой. Ну, ты же меня бесит эта тема уже. Меня это тоже задолбало. Я тебе говорю, я срочно работаю. Сколько можно мне вот эту фразу повторять? Короче, б***ь. Короче, иди нахуй, су, меня заебало. Какая красота, чубят духа, уважаю тебя, наверное. Я думал, что все будет просто. Быстренько нарус себе работу, быстренько сниму квартиру. Все это будет быстро и легко. А сейчас просто наваляться хочется, что ли. Я, на самом деле, сейчас не готов к семье. Если бы можно было вернуть время назад, то есть, самого чего. Даже отказался от этого. Что, нашел ты работу? Нет еще. Как ты тогда от платья планируешь делать? Что, жениться ты хочешь? Нет. Почему нет? Я что, просто начал придумывать насчет этого штампа, этого паспорта. Зачем мне это надо? В таком возрасте. Ну так-то да, братан. Да все равно. Надо по-человечески. Если они решили сами родить ребенка, как бы это было не случайно. Я считаю, что надо расписаться. Должны быть официальные муж и жена. И у них будет ребенок. Вот это вот. Официально должны быть они, братишка. Я тебя полностью поддерживаю в этом плане. Какой-то комбо вообще. Комбо-момбо будет, братик. Все. Иньчка-чка-чка-чка-чка. Иньчка-чка-чка-чка. После нашей ссоры мы с Андреем почти не разговариваем. Кажется, наши отношения идут ко дну. И сегодня оно окончательно пробилось. Ну там у них семья просто на лютом спорте. Блин, ну вот эти штаны у него, блин. Он не поняла. Давайте угадаю. Сейчас какая-то подруга у нее шла. Где-то увидела его. Я не помню, как его зовут. Я забыл. Да, ты встала походь. Он где-то сидит с девчонкой, либо пьет пиво. Я не могу поверить в то, что вижу в сообщении на телефоне Андрея. Какая-то Юля благодарит его за вчерашнюю встречу. Спасибо за кунилингус. Листая переписку, понимаю. Они познакомились в соцсети пару недель назад. Теперь мне стало ясно, почему он так холоден со мной. И почему не ищет работу. Ему просто это не надо. Как и я, и наш ребенок. Обидно то, что пока я там сижу, жду. Так, слушай, пока помолчи, братуха. Ой. У меня, видимо, какая аллергенная пива, что ли? Или что, у меня что башка так стала чесаться? Или, может, из-за кепки, блядь. Ну, типа, волосы, поняли, прилегают. Хотя, нахуй бы ты информация. У ребенка, он пошел гулять с девушкой, с другой. Толком мне комплиментов не делает. Зато делал вот этой Юле. Ты ничего сказать не хочешь? Про чем? Где ты вчера был? Гулял. А что такое? Вот. Это нормально, что ты ей пишешь? Это мое личное. Диалоги-то зачем читать? Бля, личное, во-первых, не публичное. Че ты это на камеру показываешь? Андрей, ты мне сказал, что ты пошел гулять с друзьями, а в итоге ты пошел гулять с ней, и ты ей делаешь комплименты. Потому что какая она красивая. Что такого? Да не хуй, Андрей. Хватит истерики только, Татьяна. Ты, блядь, гуляешь с какими-то бабами, я должна к этому нормально относиться. Блядь, ты мне мозги ебал. Ты на туре, нахуй, завали ебало, ты че пацану мозги ебешь? Он хочет, гуляет. Пацан на туре тигр жесткий. Что ты пошел с друзьями? Я тебя просто не договорил. Иди на хуй. Иди на хуй. Блядь, у них, видимо, это семейные на хуй посылать друг друга. Че, не могу пойти погулять? Девчонка просто. Да можешь, братуха, вообще вопросов к тебе нет. Ты можешь с пацаном погулять в целом? Например, со мной. А? Пойдем. Заходи. Делай, че хочешь, вот, гуляй со своими. Куда собираешься? Тебя, блядь. Ну иди, короче. Юля, как раз таки, та девушка, которая вот интересная мне. Любит повеселиться, пошли погуляли, блядь, посрадали. Ну ты ее, знаешь, что, а ты ее сейчас трахни, потом она загоременеет. И вот, ну, по кругу, то есть ты будешь такой, знаете, быкосеменитик. Бля, красавчик. И все, разошлись в радостном ноте. По факту, ты виноват. Проверяю меня. Ставить капельку. Только ночью. Андрей даже не понимает, как больно то, что он натворил. Иду, сдерживая слезы. Андрей предал меня и наши планы на будущее. И сейчас мне нужна поддержка, как никогда. Поэтому я позвонила подруге Вале и попросила выйти к подъезду. Давно ее не видела. И грустно, что повод для встречи такой. От моего рассказа Валя в шоке. Очень. Ну, Валя прям вышла на прогулку. Прям нарядилась. Да ты моя сладкая. Интересно. То есть, то, что ты беременна, то, что... У вас ребенок будет. Типа, работать он не хочет. С бабами ходит. Как бы желательно было вам поговорить. Но... Я не знаю. Что ты будешь делать дальше? Не знаю. Мать-одиночка. Не, ну, мать-одиночка тоже не ехти. В твоем возрасте. Ну, что еще делать? А если он изменил? Он мужик, он пацан. Он должен объясниться. Иди ко мне. Ну, нет. Да даже если девушка не беременна, это некрасиво. Это некорректно со стороны мужчины проявлять интерес к другой девушке. Вот ты выбираешь человека, это твой выбор. Вот он в тот момент просто свой выбор растоптал. С Валей я немного успокоилась. А затем поехала к маме на дачу за город. Она недавно уволилась и живет там с младшим братом Леней. Пока папа на вахте. Молча легла спать. А на следующий день рассказала маме, что домой к Андрею не поеду. И объяснила почему. Нет, а зачем вообще, если я пошел гулять-то, я не понимаю. Не знаю. В смысле не знаю? Ты что за отношения-то мой купить такие? Ну, ему хочется с кем-то погулять. Ну, не с девками же. А что вы решили делать? Да не знаю. Если придет, мирится. Ну что, ты его просто так простишь, и все? Пусть он гуляет налево-направо, да? У вас свободное отношение? Нет. Если не придет, что будешь делать? Сама побежишь? Нет. Молодая, не душе. Ну, я вообще не знаю. Ну, это низко с его стороны. У него нету, получается, никаких нечувств, ничего к Насте. На месте Насти я бы его не простила. Из уважения к маме Андрея я позвонила ей, сказать, что буду жить на даче. А еще, чтобы объяснить, куда и на кого Андрей тратил ее деньги. Я на стороне, Настя. Как так возможно? Ты семью создаешь, и здесь еще иногда куда-то ходишь гулять, с кем-то там переписываешься. Это уже не семья будет. Андрей, ты что? Ты что творишь-то? Можно переписывать, общаться? Да ладно. Сейчас вот современная молодежь, вы не умеете нормально общаться, как друзья. Настя беременная. Вы скоро семьей станете. Ты ненормальный, Андрюш. Ты вот почему так себя ведешь? Я вообще себе другую представлял в своей жизни. Она забеременела, начала хустилить. У беременных перепад настроения идет в считанные секунды. Но надо примеряться. Мне кажется, что я не нагулялся. Слишком маленький возраст. А что у нас, блядь, со звуком, телеканал Ю? Извините меня, конечно, но это не пойдет вообще-то, непорядок. Почему у меня звук хороший? А у меня хороший звук? Ну, наверное, не так себе, ладно. Хочется погулять и развеяться, ничего более. Ну, блядь, ты гуленок, конечно, пиздец. Ему погулять хочется. Развеяться. Ты ебать заебываешься, братуха, блядь. Без работы сидишь чисто. Уже неделю я пытаюсь отвлечь себя работой на грядках. Но не получается. Думаю, почему Андрей мне так и не пишет, не звонит. Чем он там занимается? Может быть, он вообще решил бросить меня ради новой девушки Юлии? Может быть, он уже забыл про меня? И вообще, есть ли у нас будущее? Ну, это предательство. Его любимый человек, который ему полностью доверяет, а он в это время просто с другим человеком. Значит, он не любит. Это получается... Блядь, я забыл, как его зовут. Он просто катает шары. Похуй. Тебя сильно обиделось, да? Да. А нафига ты с ней вообще переписывался? Я не знаю, просто разнообразие. Решил пообщаться. Пообщался. По факту, ты виноват сейчас. Если ты не хочешь ее терять, лучше извинись. Не исключено то, что Андрей устал от Снасти, потому что как бы она беременная, на него может срываться своими гормонами. Но при этом, я считаю, в отношениях люди должны друг другу полностью всегда быть верны. До конца просто отношений, до конца своей жизни. Бля, Карим, ты в натуре красочек. Будь бы баба, я бы сказал просто вот так. Карим, закинь мне шар мою лузу, братик. Думаю, что на нашей семье с Андреем поставлен крест. Меня от этой мысли накрыло. Братан, меня в натуре. Безо мне пиро, вот этот дух. Меня давно так не лепят. Скажилось, то я не против буду его общения с ребенком. Он-то ни в чем не виноват. Ну, я считаю, что... Шоколад ни в чем не виноват. Шоколад ни в чем не виноват, пацаны. В жизни ребенка, вот, папа играет очень важную роль. То есть он учит чему-то, там, заступиться может. Пока я рос, мне прям сильно не хватало отца. Андрей написал. Сказал, что нам нужно встретиться. И он будет на даче через час. Настя подошел где-то. Все вижу. Я не хочу Настю потерять. Я вот хочу, чтобы ребенка в спецмесяц нет. Я думаю, если я первый шаг не сделаю, то она тоже не сделает. Поэтому я решу, что первый сделаю шаг. Я не понимаю... Картина маслом. В смысле ты пришел сюда? Поговорить с тобой. О чем нам разговаривать, скажи мне? Я дома беременная сижу, а ты ходишь с толками всякими. Ну, откуда я замуж? Ты там спал с ней, пока гулял. Просто встретились, поговорили под душевным и разошли. Мам, что здесь такого? Действительно, что здесь такого? И поэтому ты просто так ей писал комплименты? Просто вырвалась. Просто вырвалась? Бля, ебать ты красиво. Ой, извини, просто вырвалась. Бля, ебать бы тебя заслежать. Ой, извини, просто вырвалась. Бля, ебать бы ты такая мама. Тебе меня не хватает, что тебе нужно общение с другими? Ну знаешь, иногда хочется просто пообщаться с другими. А я не понял, у него что жена, врач? Зачем, если ты общаешься с кем-то другими тёлками? Могу прекратить с ней общаться, ЧС её просто кинуть и всё. Так, кинь. Вот всё, кину ЧС. Так, ребят, если вы сейчас лайк не поставите, просто вот, я вам вот так вот беру и всех кидаю нахуй в ЧС, блядь, вот. Ну я не буду больше общаться с ней, чтобы с семьей построить. Ну всё, успокоилась? Ну я так-то и так спокойна была. А, иди сюда. Не надо. Давай, иди сюда сюда. Ты меня трогать. А, иди сюда сюда. Давай, иди сюда, маленький. Косев, всё, короче, больше не буду писать. Слышь? Слышь? Ну я рада, что он извинился передо мной, что он понял. А он так искренне извинился. Слышь, Левка. И всё-таки как бы видно, что он любит меня. Я несколько недель ждала, чтобы Андрей определился, с кем он хочет общаться. Со мной или этой Юлией. И теперь я рада, хоть и не могу сказать, что простила его окончательно. Мы с Андреем пошли ко мне во двор. Как раз всё моё семейство в сборе. Мама удивилась, что мы помирились. А отца волнует только, когда мы уже распишемся. Ну а я задвинула идею не вписывать Андрея в свидетельство о рождении ребёнка, чтобы получать пособие, как мать-одиночка, раз Андрей не работает. Но это не понравилось моему отцу. И обычная посиделка просто превратилась в его ругань. Что вы хотите замудрить? Как положено, расписались и всё, ребёнка как положено, записали. Не надо мне там мудрить какие-то за какие-то копейки, что-то не могли мне будете компасировать. Работаешь и всё, обеспечиваешь семью. Пусть получают те, у кого нет здоровья, у кого на туре нету ни отца, ни того подобное. Вот они. Ясно? Ясно, Бася. Зачем мне расписываться и не вписывать моё имя? Для меня это даже очень важно, чтобы мой ребёнок был с моим фамилией и своим вычеством. Продолжение моего поколения, что ли? Ну да-да, у вас-то такое поколение. Вы ебать какие-то там герцоги, бароны, блядь. Какое нахуй поколение, блядь? Успокойся, братуха. Поколение воров и убийц. Оказывается, Андрею важна наша с ним семья. Что ж, поверю. Андрей снова пообещал, что найдёт работу. И тогда мы сразу подадим заявление в ЗАГС. А пока мы решили, что я снова вернусь жить в его квартиру. Ну давайте, не в его квартиру, а в квартиру его матери. У него там только комната. Андрей сейчас ни с кем не общается. У него даже времени на это нет. Видимо, мои мысли о том, что у ребёнка может быть фамилия не Андрея, стали для него мотивацией. И он сейчас активно ищет работу. А я пытаюсь понять, что происходит со мной. Я понимаю, что беременно, живот растёт, а всё равно нет такого прям осознания. Не верится. Я вообще не представляю, какие будут... Блин, какая-то такая, ну типа, добрая девчонка. Ну типа, ноль вообще негатива в её сторону. Ребёнка. А в остальном всё хорошо. Я даже соскучилась по семье Андрея, по его сёстрам и по тёте Наташе. Дядя Дима тоже хороший. Но мы почти не общаемся. Он постоянно на работе. Мне главное, чтобы ребёнок, у него же был папа, была мама. Чтобы у него была полноценная семья. Да, для меня это тоже очень важно, на самом деле. Я согласен с матерью Андрея. Настя добрая. Ну, она хорошая. Мы иногда бывает разговариваем, а так мы постоянно в телефонах. Ну, ты понимаешь, это просто ваше поколение такое. То есть вы постоянно находитесь в мобильниках, там вот, залипаете в Ютубе. Ну, то есть это не есть хорошо. Ну, в целом это не есть плохо. Ну, в целом это нормально, понимаете? Так что всё хорошо. После нашей ссоры Андрей стал как-то по-другому ко мне относиться. Внимание уделяет больше. Но не только мне, а и нашему ребёнку. Сегодня Андрей со мной на УЗИ. Сердцебиение хорошее. Воды достаточно. А у меня достаточно пива, ребят. Пол уже видно? Пол уже видно. Кабан. Мальчик. Кабанчик. Развивается всё хорошо. Ну, ещё бы. Я очень рад, что у меня будет мальчик. Кабанчик. Дико. Мысли там в будущем, как там будут с ним на сарачку уйти, на садик отводить. Пиво пить, да? Тоже этот факт не надо отметать. Ну, такие вот планы будущие яркие. Ты же хотел, мальчик. Кабанчик. Я сразу позвонила маме, чтобы поделиться новостью. Но она вначале сказала свою. Устроилась на работу. На пилораму. Тоже сортировщицей, но зарплата больше, чем раньше. 40 тысяч. Но и потом она узнала, что жду сына. Свинина. Ну, как тебе сказать? Я всё-таки надеялась, что девочка будет. Теперь можно уже вещи покупать. Чё, Андрей, ты работу нашёл уже, нет? Да нет, ещё вещи. И чё, иначе покупать будем тогда? Это что? Да ничего, Андрей ещё пару велосипедов спиздит. Продадим их, он потом в тюрьму. А мы коляску купим. Ну, срочно работаешь, так и надеюсь. Да? А я чё-то вообще не надеюсь. Ты мне скинь, пожалуйста, тетя Наташа номер. Хочу поговорить с ней. Я тебе скину. Вы как давно видели вообще пластилин? В своей жизни? Ну, понятное дело, не в закладках, а типа вот так вот. Цельный пластилин. Я очень давно. Не знаю, что на маму нашло, но я рада, что наша с Андреем мамой познакомятся. Как бы давно уже пора. Я решила позвонить матери Андрея. Уже середина беременности. Он никак не работает нигде. И сидим дома ждём. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Может, как-нибудь встретимся? Хорошо. Я удивлена, что Ольга позвонила. Я рада, что наконец-то она открытая для общения. Тетя Наташа сказала, что на выходных встретится с моей мамой. О чём она хочет поговорить, не знаю. Но я надеюсь, что их общение пройдёт хорошо. Мы сейчас ума с ними не сошли. Нужно начинать подыхоньку сходить. Настя-то хоть помогает. Пытается, но я кухню не допускаю, потому что готовлю я сама. Я вообще поговорить-то хотела не об этом. Чего у него сработает-то? Я понять не могу. Я не знаю, что у него сработает. То его не нравится, то он не хочет, то ещё чего-нибудь. Надо же что-то с этим делать. Они на что жить-то будут? Да, здесь кто-то у него права. Думаю, что это не дешёвое удовольствие ребёнка, потому что не рожать. Мне сложилось мнение, что на сына она никакого влияния вообще не имеет. У него по барабану. У него своя волна какая-то, не знаю. Я это... Сейчас работу-то поменяла. Там вроде как требуется. Надо будет предложить, чтобы съездил со мной и устроился. Можно так. Да, если он ещё пойдёт туда. Оля, если его к себе устроить на пилораму, то... Это очень сильно хорошая идея. Мало того... Очень сильно хорошая идея. Да, всё хорошо. Работать, то он ещё будет под присмотром. Я пыталась выпытать у тёти Наташи, о чём же был их разговор с моей мамой. Но она лишь сказала, что завтра я сама всё узнаю. Поэтому я не удивилась, когда на следующий день мама позвала нас с Андреем прогуляться. Там у нас место есть, набирают. Может, к нам пойдёшь, попробуешь? Ну, попробуем уже. И когда я... Ну, попробую уже. А чё надо делать? Пиво пить. Там есть? Ну, надо двумя. Тихо. Ну, давай завтра. Я как раз на смену поеду, со мной поедешь. Хорошо. Ну, а чё вообще надо делать? Какая суть? Вот это. Короче, мини-пакеты. Просто складываешь большой пакет. Физическая работа. Так, и давай посерьёзнее. Хорошо. Я так рада и так благодарна маме. Не могу поверить, что завтра Андрей выходит на работу. Будет укладчиком. Лучше бы закладчиком, блядь. Больше бы заработал. Ну, недолго. Но всё равно уехал бы в знакомые места. Понимаете? Месяц. И мы обеспечим и себя, и нашего сына. На самом деле, у меня ещё 18 лет. И я думаю, что это как-то такое себе, работать 18 лет на пилораме. То есть мне хочется какую-нибудь работу нормальную, что ли? Ну, нахуй, блядь, работу нормальную 18 лет. Ты ебанутый, что ли? У тебя 18 лет, тюремный срок, 9 месяцев, блядь. Ты год отсидел в тюряге. Какую нормальную работу ты хочешь, долбоёбина ты, тупорылая? Что ты хочешь 18 директором работать? Пить пиво. И нахуй. Я решил попробовать. Пока Андрей осваивается на работе, я пошла к сестре Свете. Она позвала меня в гости, чтобы я посмотрела на детские вещи её дочки Полины. Вдруг что-то и мне пригодится. Вещи вот я собрала. Нанеси на девочку. Ну, какие-то вещи можно и для мальчика одень. Ну, я думаю, думаю. А мне кажется, ребёнку вообще поебать. Какие-то на него штаны наденут для девочек, для мальчиков. В целом, похуй, на меня надевали женские штанишки. Типа, ну и что, ребят? Вам не мало, блядь, мужского, что ли, сейчас? Или что? Ну, я разъебаю, конечно. Я не знаю, что на меня надевали. Скорее всего, всё подряд, нахуй. Поэтому я такой, знаете. Без разницы, что хотите. Они, блин, такие все маленькие. Представить не могу, что скоро будет такая лялька прям. Андрей, ты что, на работу устроился? Мама позвала к себе. Пусть работай. Ну, я не знаю. Может, у него наладится, может, ума прибавится. Может, ответственность появится какая-то. Мы по-прежнему живём у тёти Наташи. Но я не расстраиваюсь. Думаю, это ненадолго. Ведь, наконец-то, Андрей работает. Правда, делает он это без удовольствия. И всё чаще Андрей делится со мной странными мыслями. Ход был в кражах у меня. Сейчас я понял, что, да, я деньги могу заработать. Ну, бывает, порой даже соблазн такой, что я хочу украсть, чтобы работать там. То есть я украду. Чтобы эту сумму добиться, надо, наверное, месяц работы там на Белореме, как не знаю кто. А тут, типа, велик украл. Три рубля, считай. Ну, типа, за полдня. Ну, нормально вообще. Блядь, золотая жила, братуха. Так ты ещё, походу, не знаешь про люки. Канализационные люки. Епа. Вспоминаю слова родителей. Они говорили, что Андрей может взяться за старое. И снова сядет в тюрьму. Ведь не каждому удаётся... А знаете, кто ещё взялся за старое? Максим Галкин. Вернут с кривой дорожки на ровную. Ну, я надеюсь, что больше такого не повторится. Что он больше никогда даже ручки там в супермаркете не сворует. Что Андрей всё-таки возьмёт всё за ум и будет работать. Я верю Андрею. И всё же рада, что на работе он под присмотром у моей мамы. Да и сейчас меня больше заботит здоровье ребёнка. Рода уже скоро, и я хочу, чтобы меня осмотрел внимательный врач. Так что мы с Андреем даже заранее полезли в интернет. И стали изучать подходящие клиники нашего города. Чтобы решить, к какому врачу пойти. Ну, отзыв вроде много. Да. Да, вот вот. Посмотрим. Вроде ничего такого. Угу. То мы всё-таки туда пойдём? Она недалеко от нас. Давай. Сайт, который нашёл Андрей, оказался достаточно удобным. Там есть и о клиниках города, и о врачах, которые там работают. Так, сука, вы чё охуели? Я не давал разрешения на рекламу, блядь. Я, конечно, понимаю, что этот видеоролик посмотрит, ну, максимум, человек 100. Но, извините меня, 100 человек условно скинулись по 1000 рублей. Это уже 100 тысяч. А мне монета-то не упала на карту, блядь. Я-то это всё делаю чисто, блядь, на альтруизме. Бесплатно. Даже реальные отзывы можно почитать. Очень здорово, что так много информации собрано в одном месте. Так что ближе к родам пойдём выбранную... Сайт продакторов, иди нахуй. К нами больницу. Я набрала уже 15 килограмм. У меня вся грудь, как арбуз. Показывай. Показывай, я не верю. Жду фото. Пляшки, бока. Хочу поскорее родить. Я почему-то уверен, что это не так работает. Это не типа ты посрал, и типа тебе стало легче. Уже пузико вот этого нет. Мне кажется, надо будет всё равно немножко поработать. Ну, знаешь, позаниматься чем-то, чтобы бока ушли. Ещё больше я хочу вернуться в свою обычную жизнь. Снова ходить гулять, ощущать себя лёгкой. Потому что сейчас я совсем осела дома. И Андрей почти не проводит со мной времени. После работы он снова начал гулять с друзьями. А мне так хочется, чтобы побыл со мной. Алло. Ну ты где? Гуляю. Давай ты мой дед, время видел, и не могу без тебя уснулось. Скоро приду. Это бесит. Я хочу своё время проводить почаще с друзьями. Ну, когда мы с Настей дома, мы, так скажем, деградируем. Блядь, братуха, когда ты со своими друзьями, блядь, пиво пьёшь, ты, бать, эволюционируешь. Я вижу. Заметно. Заметно, братуха. В соцсетях и ничего больше. Сколько можно гулять? А что, ещё с тобой сидеть дома, что ли? Можно и дома со мной посидеть. Ладно, всё, короче, мы потом поговорим. Ну, очень не хватает о внимании, о поддержке. Ну, вообще его рядом не хватает. Несмотря на наши мелкие ссоры, сегодня Андрей взял отгул. Мы с ним и моей мамой собрали все необходимые документы и подали заявление в ЗАГС. Распишемся через полтора месяца. Человека довольна. Ну что, мы скоро станем мужем и женой? Честь хорошего. В смысле, что хорошего? Блядь, я бы на её месте просто вот... Чё здесь хорошего? Ааа, сука, вот так просто... Мяу! Всё! Ты что, не рад? Ну, такой, я сомневаться начал. В смысле сомневаться? Ну, как-то другое стало. Ну, какое другое в смысле? Я беременна. Какой могу ещё быть? Скучный, например. Ну, чё, у меня скучный? Ну, чё, в проведении времени даже погулять обычно? Ну, Андрей, ну, ты понимаешь, что я беременна? Давай я на тебя цеплю арбуз. Вот, походи. Чё ты предлагаешь делать? Расписываться? Надо, штампы. Смотри, а ничего, что мы заявление уже подали. А в итоге в последний момент... Может, не надо? Ты уже задумывался нормально об этом. А раньше нельзя было задумываться? Вот так новости. Оказывается, Андрей сомневается, нужна ли ему семья. Я ушла, чтобы не расплакаться. Слышать такое от человека, которого люблю, очень обидно. И я понимаю, в чём-то он прав. Я не та, что была раньше. Но и он далеко не тот. Дома сидеть не хочу. Хорошо, что у нас с Андреем уже есть деньги, и я позвала подругу Валю в кафе. Валя офигела от того, что происходит в моих отношениях. Главное, чтобы потом это всё в измену не переросло. Проверяю у него телефон почаще. Как бы, с одной стороны, это не очень, потому что у вас в отношениях не будет доверия, но всё равно доверяй, но проверяй. Или сиди у него на санице 24 на 7. Это уже семья, это ребёнок и всё остальное. Он это сделал, он выбрал её и так делает. Уже несколько дней мы с Андреем почти не разговариваем. Хоть я обижена на него, но хочу наладить наши отношения. Хотела. До того, как мне позвонила мама. Слушай, мне сейчас на работе мастер сказал, что Андрея уволили. В смысле уволили? Я об этом впервые слышу. Сейчас я подъясню, поговорю. Ну, я ничего другого не ждам. Ничего хорошего не вижу с его стороны. Я пошла к Андрею в надежде услышать объяснение. Что он такого натворил, что остался без работы. Но вместо объяснений я узнала, что это не его уволили, а он сам оттуда ушёл. В смысле ты уволился с работы? Вы как жить собираетесь? Сколько можно, Андрей? Да не нравится, кто работает. Многие работают, где им не нравится. У тебя семья уже, вот, почти готовая, всё. Ты должен уже обеспечивать. Мы вас не будем тянуть. Ни мы с Димой, ни Настиной родителей. Блядь, я тоже тебя не собираюсь тянуть, братуха. Иди на работу, устройся. Мне тяжело самого себя прокормить, блядь. Ещё и тебя, что ли, на шею эти свои тянуть? Ты чё, ёбнулся? А что же в своей жизни? Сколько можно-то уже? У меня тоже это... Ну, куда ты пошёл опять? Блядь, было бы смешно, если бы у меня сейчас тут дверь открывается, и он ко мне заходит. Я такой, о, Андрюха, здорово, садись, давай. Мне там не нравится то, что, во-первых, я под наблюдением тети Оли, во-вторых, из-за того, что... Ну, мне просто не нравится, ***. В 18 лет горбатиться, спину свою портить. Не, ну, есть лас. Блядь, ты вообще, братуха, красавчик. Вот такое мышление, вот, блин. Куплатили бы, они 40, там. Я, наверное, там работаю 24 на 7. Что вот с этим делать? Может, с выражением ребёнка за голову возьмёт? Устал уж от всего этого. Я просто в шоке. Для него сейчас... Это смешно, если бы она такая... Ай, не нахуй. ...бирать работу, это очень критично. Я попала в ловушку. Ловушка Джокера. Дальше. Отменить беременность я не могу, но я не хочу... Отменить беременность можно? Как это сделать? ...дать родов в надежде, что Андрей повзрослеет. Я решила, что с меня хватит. Собираю вещи и ухожу к маме прямо сейчас. Чё-то Наташа не пытается меня остановить. Походу, видит, что это будет бесполезно. Ну, я так и знала. Ничего удивительного. Я тоже предполагал, что так произойдёт. Моя хорошая, тебе не нужны такие отношения. Несмотря на то, что у Насти большой срок, я хочу, чтобы они расстались. Я решила жить у родителей. И мне стыдно перед мамой, что когда я только забеременела, она меня предупреждала, а я её не послушала. Я сходила на финальное УЗИ перед родами. И рада, что мои нервы никак не повлияли на здоровье ребёнка. Ну, а так хорошего в жизни мало. С тех пор, как я ушла из дома Андрея, он ни разу не дал о себе знать. И походу между нами всё. Мама меня поддерживает. Папа нет. Когда он вернулся с вахты и узнал и про увольнение с работы, и про отказ Андрея от женитьбы, разозлился. И теперь я каждый день выслушиваю о том, что мы глупые дети. Они не знают будущего? Я знаю. Потому что в будущем это будет отразиться плохо, как мать-одиночка. Наоборот, надо быть семьёй. Потому что сейчас государство поддерживает семью для того, чтобы эта семья рожала. А мать-одиночка ему поддерживает, как мать-одиночку, так, чтобы с голоду не помёрзла. А ты вообще как дальше-то жить собираешься так? Ну как обычно. Говорила я тебе, нафиг он тебе ***? У вас вообще там серьёзные или несерьёзные эти вещи-то? Он прибежит, никуда не денется. Потом ты родишь. И опять та же песня будет. Ты будешь перегать домой, жаловаться маме? Мне говорю, беготня, это не надо. Или ты дома. Или идёшь нахуй. Или там. Туда-сюда. И пролезет. А ты-то что думаешь вообще? Ну, блядь, шарится где-то. Вообще-то это твоё. Шарится будет. Слушай, ты, блядь, пидорас старый. Ты где нахуй вообще мотался? Вообще-то это твоё... Ты, блядь, у тебя мозгов хватило только на то, чтобы сделать ребёнка. Ты чем отличаешься, блядь, от этого пидора Андрея? Ты сделал ребёнка и такой, а я зарабатывать пошёл. Иди нахуй. Ох, я сейчас вообще разозлился. Ну ладно. Держим позитивный настрой, ребят. Всё чётко. Ну я бы ему въебал, блядь. Вот если бы он сейчас ко мне зашёл, я бы сказал, иди нахуй отсюда. А он такой, а ты как собираешься воспитывать своего ребёнка? Я бы ему... Иди сюда, иди сюда. Да нахуй. Вот, всё, разговор окончен. Да гуляйте, она будет дома сидеть. Эти разговоры напомнили мне о том, что когда-то я убежала из дома к Андрею именно от этих скандалов папы и мамы. Понимаю, что у Андрея я не выслушивала о том, как должна жить. Не выдержала. Написала тётя Наташа. Спросила, как у них дела. И так я узнала, что Андрей сидит дома безработный. И сейчас впервые за пару недель пошёл гулять с другом Каримом. Как работа? Ну, валюсь. Да ну нахуй. И чё ты где? Да ну нахуй, брод, блядь. Короче, я предлагаю Насте замутить с Каримом, потому что Карим, ну, типа, вообще чёткий чел. Деньги будешь брать? Не знаю, что, наверное, другую работу найду. Например, Великс, пишу у кого-нибудь. Белорамо, тем более, не для меня. В 18 лет, я такой себе работать. Тебе уже сейчас без райса должно быть, где работать. Ты пипец фигней страдаешь, я тебе отвечаю. Я вообще не думаю, что переменец сильно изменит отношения между мной и Настей. Ты сам, братан, выбрал этот путь. Это, подожди, это ещё только начало. А чё, Настя? Когда я рядом с ними, то есть на неё ***, когда отхожу от неё, то есть на расстоянии, начинаю только о ней думать, и всё. Любишь её? Думаю, да. И раз ты её любишь, у вас скоро ребёнок будет, да? Ты возьмись за голову уже. Понимаешь, надо уже задумываться, не только о себе, а ещё и ребёнке, а денег-то нет, ***. Поэтому *** надо исходить. Как они, блядь, они появятся с ровного места, братуха! Пойми уже, жизнь не так устроена. Работа нормальная, и работать не *** не страдай. Не знаю, то ли мама Андрея передала ему, что я писала, то ли Андрей сам решил со мной поговорить. Но он позвонил, сказал, что зайдёт. И честно, я этому рада, потому что, вопреки всему, я его люблю. Ладно, я согласен, я тоже люблю Андрея. И что теперь? Я не собираюсь его прощать, Настя. Сильно я на косячу, вот, и решил извиниться. То есть, я сам хотел бы расписаться, сделать его счастливой. Под конец всего, ***. Привет. Чего тебе? Ебать, у него там, блядь, за руку подарочек был. Просто апельсин и банан. Типа, с намёком, а можно я тебя траху? Так, так делиться хочу. *** тебя потерять. Только сейчас? Да. Ну, а думал я, так делиться хочу. Я правда тебя не хочу. Так, тут помыла, блядь, апельсин и банан. Братуха, пошёл-ка бы ты нахуй. Сильно, очень. Прости меня, пожалуйста. Прости меня. Я его простила, потому что думаю, что у нас есть с ним будущее. И вот сейчас на днях распишемся. Хорошо, что дата нашей росписи ещё не прошла. Мы пошли ко мне. Я сказала родителям, что помирилась с Андреем. Взяла с него обещание найти работу и перееду к нему, когда уже стану его женой. А пока мы пойдём гулять. Любовь, любовь, а кто будет деньги зарабатывать? Настя? Это другой вопрос. В смысле другой вопрос? Посидят. Нормально. Я вижу, как они посидят. Но Андрюха точно в будущем ещё посидит, блядь. Я взяла платье у подруги Вали, а Андрей костюм у друга. И мы пошли в ЗАГС, где по-тихому расписались. Папа был на вахте. Пришли только Валя и моя мама с плачшим братом Лёней. Сестёр Андрея не было, как и его мама. Она не смогла отпроситься с работы по нашей вине. Очень неловко получилось. Была моя мама, а Андрея мамы не было. Мы её не позвали. Я... Спасибо, что положили нам охуенный звук. Не знала, что в этот день у них будет роспись. Я просто попросила сына, чтобы он назвал точное время. Он мне сказал, я тебе сообщу, я тебе сообщу, и так не сообщил. Я когда пришла с работы, я увидела, как они уже со стороны ЗАГСа идут. Первые два дня я молчала, потом просто сказала, говорю, а ты знаешь, что матери тоже бывает обидно, когда родной сын не зовёт на роспись. Мне очень стыдно перед тётей Наташей. Она столько для нас сделала, а мы с ней вот так. Перед мамой я вину чувствую. Ну, это мой косяк. Поэтому Андрей решил загладить вину. Утром он ушёл, а причину своего ухода расскажет маме сам. Привет. Привет. Мои хорошие новости. У тебя бывают хорошие новости? Да. Работу нашёл. Как? Где нашёл? Что за работа? В там окна первое время пойдёт, думаю. Андрей будет мойщиком автомобилей. Получает 30% от стоимости мытья машин. В день выходит от 500 до 2000 рублей. А ещё мы решили первой сказать маме Андрея, как назовём сына. Андрей хотел Эмиль. Я Марк. Два. Хана Марку вообще. Марк был хороший вообще. Из нас пришлось уступить. Эмиль? Да. Господи. А почему не? Дэ, дэ, Жан-Клод Ван Дамм Терминату. Бабая краска. Со своего детства, помню, у нас тоже был Эмиль в классе вот это. И мы его всегда называли Эмаль. Ну, я надеюсь, что он не поменяет имя. Мне кажется, это мой самый спокойный период беременности. Андрей работает. В среднем приносит по 1000 рублей в день. А я сижу дома и думаю о том, как изменилось моё тело за это время. Живот уже огромный. У меня растяжки, ляшки, бока. Ну, слава богу, на животе ещё нету. Я надеюсь, что они не появятся. Хочу поскорее родить. Почему? Потому что я устала. Я тоже хочу уже родить. Сына на руках подержать. Мне интересно, какой бы похож сын. Естественно, не умеет. Да, конечно. Мы передумали насчёт имени сына. Решили назвать Ренат. И к его появлению всё готово. Помогли мои родители и с коляской, и кроваткой. И ещё одну кроватку купила тётя Наташа, чтобы стояла у неё дома. Ведь первый месяц после родов я буду жить у своих родителей, чтобы моя мама меня всему научила. И она не против, чтобы Андрей тоже с нами жил. Не будет же он приходящим, уходящим папой, что он тоже должен и все прелести. видеть. У неё вот эти вот, знаете, блядь, представил? Фу, гадость. Бэ. Уже близится день родов и по рекомендации врача я легла в роддом заранее. Мне тут очень скучно. Единственная моя радость висеть с Андреем на телефоне. Я соскучилась, хочу домой. Я тоже. У меня плохая новость. Чё тут как? Автомойка уволилась. Чё? Автомойка уволилась? Типа она такая я ебал работать с Андреем, автомойка увольняется нахуй от Андрея. Чё молчишь? Ну, от чё она никому? Ну, я прям очень сильно расстроилась, потому что, ну, я думала, что вот всё как раз налаживается, ну, ты прям очень сильно меня заделал. зарплата маленькая. А то хоть какие-то копейки. Я уже вот без тех, ничего. Ты работаешь с самого до самого вечера, почти что без перерывов. Ну, вот ты получаешь там 500 рублей, там, тысячу. Ну, старайтесь пить хатки, косаря, сидеть, гадать, подогласить. Ну, тут соглашусь. Типа, блядь, маловато, конечно, если ты зарабатываешь, типа, условно работаешь, там, 8, блядь, 12 часов, и ты такой, типа, зарабатываешь 500 и 1000 рублей, ну, как бы, блядь, такое, да, стоит задуматься, наверное, на смене рода деятельности. Просто нет сил думать о том, как мы будем содержать ребенка. Особенно тогда, когда я поняла, что у меня схватки. С кем? По сколько минут? В октагоне будут схватки у тебя? Мало информации, давай, накидывай. Это прям очень больно. Как будто, блин, режут изнутри. Схватки болезненные? Болезненные. Открытие 4-5 сантиметров, еще наблюдаем за вами. Идут часы, схватки усиливаются, а раскрытие совсем не идет. И я не понимаю, в чем дело. Переживаю за сына. Надо поставить капельницу. У тебя начинается слабость родовой деятельности. Все, схватки начнутся посильнее, побольнее. Хорошо. Но капельница не дала того результата, на который рассчитывали врачи. А у ребенка уже начинается гипоксия. Врачи принимают решение. Срочно меня оперировать. Сделать кесарево сечение. Все происходит настолько быстро, что в операционную никого больше не пустили. Спасибо огромное, что никого не пустили в операционную. Я ебал больше это смотреть. Спасибо. Когда я отошла от наркоза и вижу, что мне несут сына, я поняла, ради чего все это было. Бля, прикольно, если бы они принесли и не сына такую большую типа швурму в сырном лаваше. Я такие, это вам. Любуйся пока. На кого похож? Это больше наша порода, чем папина. Так у кого? Собаки, что ли, порода? Вообще, вот это уже все, это мое. Сказала родителям, что родила, и Андрею тоже, забыв про свою злость на него. У меня теперь есть о чем беспокоиться, вернее о ком. Ручка, выпишу, реально не пустя. Вот, молодец. Повыше, повыше, на локоточках. Все получилось. Через пять дней меня выписали. Я не хотела устраивать что-то грандиозное, поэтому попросила папа просто забрать меня домой. Там меня ждала мама и Андрей, который в лице сменился, взяв на руки сына. Я ждал, что такое большое будет. Там слишком маленький пришло, я как-то необычное ощущение. Быть мамой нелегко. Я это понимаю каждый день, находясь с сыном. Не высыпаюсь, устаю, настроение часто меняется. Но в целом мне нравится ухаживать за Ренатом. У меня, в принципе, все получается. Я пробовала как бы и купать уже сама. Он накапризничает, кряхтит в основном, как старый дед. Суфетки, достаньте. С ребенком постепенно я уже справляюсь. То есть уже потихоньку мамой нелегко получается. Ну, конечно, получается. Андрей мне помогает во всем. Кроме кормления, конечно же. Потому что кормлю я Рената грудью. Хотя и без Андрея помощников у меня хватает. Папа сейчас на вахте, а мама проводит с внуком время после работы. Даже младший брат Леня помогает мне. Отвлекает криков Рената своими детскими вопросами. А что не нравится ему пеленаться? Вот он и плачет. Тебя запереношь, ты тоже будешь плакать? Когда Рената вырастет, будешь с ним? Конечно. Куда же ты денешься? Я благодарна очень родителям за то, что они нам помогают и с Ренатом, и вообще нам с Андреем помогают. До беременности я очень сильно ругалась с отцом, я и с мамой ругалась, то, что вот они меня там не понимают. И вот когда я задела, у нас прям очень сильно наладились отношения. И мне очень хочется перестать сидеть на их шее. И я впервые вижу, что Андрею тоже. Он старается найти работу, ходит на собеседование. Вот сегодня пытался устроиться учеником слесаря на пилораме. Но ответа там нужно ждать еще несколько недель. Несколько недель ждать ответа учеником слесаря. А, я подумал, на пилораму, блядь. Ну смотри, там могут и не взять. Все равно надо на всякий случай смотреть другие вакансии. Ну даже если не возьмут туда, то, наверное, можно поставожку устроить. Вещал в плане. Хочу жить уже отдельной семьей. Когда мы будем квартиру снимать? У нас еще опыт нет, молодые. Мало, я тебе хоть чему-то научу. А что, до конца жизни с родителями жить? Нет, конечно. Сейчас, если бы можно было свернуть назад, я так же сделал бы ребенка. Только перед этим я бы сперва нашел бы нормальную работу, чтобы не было такого геморроя. Чтобы не жить там, как мы сейчас с Настей, наши родители, не искать работу месяцами. Ну тут, братуха, проблема в тебе, что ты ищешь работу месяцами. Чтобы быть готовым к этому. На выходных мы с Андреем решили поехать к его маме. Она впервые увидит внука. И она очень рада, что его зовут Ренат. Сынулечка, дай мне внучка. Ленка, мы его ждали. Ты бы меня еще бы не учил. У вас троих воспитала. Ты хотя бы рада? Конечно. Поможешь с памперсом? Ну, по какому? По какому? По какому? Ну, что ты на Настю позову? У меня руки затряслись. Для столько лет первый раз ребенка на руки взять. Маленького такого. Более материнские чувства вызывают, что его охранять, оберегать надо, заботиться о нем. Переоденем, малюсовка. Она помогает тебе? В основном с ним и сидит дома. Меня только на покормить приносит. А? А помыть он? Он боится. Ой, 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 ой. Ворчу. Весь своего отца. Он тоже постоянно ворчал, когда его переодевали. Ой, все, смотри, теперь сухо и комфортно. Давай к маме пойдем кушать. С появлением Рената Андрюшка более осознанно стал. Я никогда не думала, что вот сын мог вот так вот реагировать на своего ребенка. А Настюшка просто расшвела. Светком писала красивым. Андрей сказал, что останется переночевать у мамы. А мы с Ренатом поехали домой. Что с Андреем-то? Сын-то растет, его чем-то кормить надо. Все, ищет работу. Месяц пройдет, я не знаю. Ты так будешь жить с нами, а Андрей что будет делать, не знаю. Нам пока будет тоже тяжело утянуть вас всех. Ну, Андрей, когда увидел сына, он начал искать работу. Он смотрит, вакансии всякие. Уверена, что он тебе такой нужен? Нужен. Потому что я надеюсь, что у тебя глаза откроются когда-нибудь. Девять месяцев прошло все, а успехов никаких нет. А сейчас Настя будет получать детские. Будет кормить троих или проще двоих прокормить самих себя? С малым справляешься? Ну да. На руки уже беру, а вот перепинать все уже, боюсь пока. Бояться так-то не надо. У тебя родительское сердце твоя внутренне сказал, что тебе помочь. Вы не ругаетесь? Нет. Смотри мне. Я стала первой на сторону Насте. Только она мне скажет, что ты с ней ругаешься. Получишь у меня. С Настей у меня отношения намного лучше, чем были, когда они только с Андреем начали встречаться. Я ее получаю со своей внимания как подружку, невежку, своего сына, а как еще одного ребенка своего. На самом деле я устала от разговоров мамы про работу Андрея. Я тоже за то, чтобы он нас обеспечивал, но не буду его пинать. А мама хоть лично Андрею ничего не говорит, но он чувствует, что он ей не нравится. Андрей предложил переехать жить к нему, но я против. Мне здесь гораздо легче. Почему? Мне помогает мама. Мне комфортнее, когда мне моя мама объясняет. Так что, еще долго здесь будем жить? Все от тебя зависит. Значит, я буду днем приходить сюда. Начать дома. А вот это я не понял. Он так встал, как будто бы ее въебать хочет. Давай я его успокую. Ты его не успокоишь, тетички нет. Когда папа вернулся с вахты, то заметил, что Андрею здесь находиться некомфортно и сказал, что нам нужно поговорить. Давай, вставай. Эй. Вот, вот, давай, давай. Чего? Как ты сказал? Деда пришел. Так, а вы что, молодежь? Планируете что, с нами жить или... Не хату, мать. Хату снимать? На чем будем снимать-то? Сейчас на работу уже устроюсь. Короче так. Короче так, слушай, братуха, я тебе сейчас готов заплатить две тысячи, но ты должен будешь взять в рот. Бляк, что за шутки у меня вообще не понял? Начинайте-ка вы подыскивать квартиру такую, чтобы она была с холодильничком, цену такую, так, чтобы ей дорогу было. Мне скажете. Хорошо. Я не хочу, чтобы она с нами жила, но они не поймут. Они никогда не поймут, что им надо пожить отдельно и понять друг друга. Никогда. Я им сниму квартиру, они будут жить, там будет их монастырь, их устав. И все. Как вы будете жить, в вашу жизнь не полезу. Мы отдельно не позволю тоже. Спасибо, Дедико, за помощь. Клим Саныч. Добрый день. Клим Саныч. Добрый день. Я еще ничем не помогал. Потом благодарю. Парни. Вот жилем. Вопрос решился. Осталось только понять, на что мы дальше будем жить. Надо работать. Я понимаю. Уже он. Запит. Наше счастье. Я очень рада, что папа предложил нам снять квартиру. Скоро будем уже жить отдельно. Единственное, что очень неудобно перед отцом. Мне неудобно перед всеми, кто говорил, что это рано, что вы еще не готовы, ведь они оказались правы. Мы не можем себя обеспечить, но это только пока. Но я все-таки верю в себя и Андрея, и то, что мы сможем стать лучшими родителями для нашего сына. Даже если беременности запланированы, лучше подумать все-таки не просто о вашем желании, а сможете ли вы что-то дать ребенку. Ну, и в целом нахуй все. Не скажу, что выпуск был трешовым, не скажу, что тут был какой-то пиздец лютый, но, типа, в целом нормально. Под конец, может быть, я вам расскажу какую-нибудь историю интересную. Помните, в одном из своих видеороликов на Ютубе, где я просто сидел, разговаривал, я говорил про девчонку, которую, типа, бля, пиздец, мне как нравилось. Она потом, типа, уехала, короче, в Казахстан, там, типа, женилась, и она приехала в Пермь. Я это увидел, типа, зашел на ее страницу, она такая, о, смотрю, она в Перми. Я такой, нихуем. Написал ей, мы с ней встретились. Ладно, спасибо, что досмотрели. Жму вам руку, ребят. Пока. Почему доллар позапрошлого века до сих пор остался долларом, и он в законе. А мой диплом опытного, квалифицированного механика, он уже сейчас ничто. Его надо менять. И за это платить 90 тысяч рублей. Кому? Почему? Государство плюет на моряков. В прошлом году я заработал в дистерсию, почему я придуриваюсь? Котскую жизнь веду. Вот. Мужик без денег не может. Поэтому я вот хоть сидя, но зарабатываю деньги. А вообще, честно говоря, я уже никому не верю и ничего не жду. Мужик без денег.